Приветствую вас. Очень часто, очень часто возникает такая история, что люди задаются вопросом, как забыть того или иного человека, ну, любимого человека. Как забыть? Я люблю, хочу, ну, ну, допустим. Люблю, хочу, ну, вот. Есть чувства, а забыть соответственно не могу. То есть, страдаю, мне больно, тяжело и прочее. Понимаете, я всегда в таких случаях, таких, ну, при таких проблемах задаю человеку вопрос. Что вы чувствуете по отношению к человеку? Что вы хотите по отношению к человеку? Какие у вас мысли по отношению к человеку? То есть, одно дело, если вы хотите, допустим, сделать человека счастливым. Это одно дело. И совсем другое дело, если вы хотите что-то для себя получить. Понимаете? Понимаете? Это, как бы, ну, немного разные истории. Это немного разные истории. Поэтому мне кажется, что начинать нужно именно с этого. С определением того, что у вас за чувство к человеку. Если вы его любите, например, если вы его любите. Хорошо. Разве любовь не предполагает, что вы хотите ему счастья? А если вы хотите ему счастья, и если молодой человек не с вами, разве это не означает, что он без вас будет счастливее? А если без вас молодой человек будет счастливее, но вы все равно хотите его вернуть, разве это не означает, что у вас своя собственная заинтересованность в том, чтобы мужчина был с вами. Для чего-то. По той или иной причине. И может быть именно это, то, что у вас была заинтересованность, такая. Может быть именно поэтому вы были не свободны с ним. Ну, когда были вот, когда были вот с ним в отношении. Может быть именно поэтому у вас не получилось ничего, потому что вы были не свободны. У вас была слишком сильная, слишком большая мотивация быть с ним, с этим человеком. Больше чем нужно, больше чем необходимо для адекватных отношений, скажем так. Может быть проблема лежит в этом. В любом случае, то, что я хочу это, чтобы вы разобрали в своих чувствах. Что именно вы чувствуете, как вы чувствуете, что вы ощущаете, как вы ощущаете и так далее. Это очень важный момент. Дальше. Вы пишите, значит, так. Правда ли, что, скорее всего, у него было ко мне не серьезные намерения? Ну, скорее всего, да. Но, опять же, а что это значит для вас? То есть, ну, были у него не серьезные намерения к вам? Хорошо. А что дальше? Несерьезные намерения у него к вам, может быть, и были, но как это относится к вам? Понимаете, а? Какая разница, были у него не серьезные отношения, эээ, намерения или серьезные намерения? Сейчас вы не вместе. И либо вас это как-то задевает, и работать, опять же, нужно тогда в таком случае с чувствами, которые у вас это все вызывает. Или вы интересуетесь для еще какой-то цели, которая, ну, вот, эээ, мне пока не ясна. Не ясна. Ну, а, в силу ряда причин, да? Вот. То есть, вы разберитесь сами, вот, эээ, с какой целью вы это спрашиваете? Для чего вы это спрашиваете? Почему вас это интересует? Что это значит для вас? Могли ли вы там на это повлиять, например? Нет, не могли. Там, могло ли быть, эээ, как-то по-другому? Нет, не могло. Не могло быть по-другому. А, означает ли это, что с вами что-то не так? Нет, не означает, не означает, потому что с вами все в порядке, дело в мужчине. Нет, конечно, вы тоже несете ответственность, это безусловно, но вопрос в том, какую и за что, понимаете? То есть, вы можете отвечать, там, например, вы можете отвечать, например, за то, какого мужчину вы выбираете себе, ну, в отношениях, да? То есть, вот, какой мужчина становится вхозчик к вам. Вы можете нести ответственность за то, как отношения у вас развиваются, то есть, насколько вы, вот, его видите, замечаете, понимаете и так далее. Вот. Это все, да. За это вы ответственны. Но, не более того. Поэтому, если у вас возникают от всего этого негативные мысли о себе, именно о себе, вот, то, возможно, речь идет о некой неуверенности в себе, вашей неуверенности в себе. Которую вы отчасти пытаетесь компенсировать за счет молодого человека. Вот. В том числе, в том числе. Что, конечно же, является неприемлемым, потому что, в отношениях людям, ну, людям надо быть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ понятна совершенно, что о какой свободе речи в принципе не идёт. То есть вы не свободны. Вы не свободны, и он, возможно, ну что же не свободен. Вот. То есть эта вот история, она такая, эта история она такая. И здесь очень важно, как вы сами к этому относитесь опять же. Дальше, следующий вопрос, который вы задаёте, чувства были только у меня. Нет, чувства были и у него тоже, вопрос в том, какие. Знаете, вот, вопрос в том, какие это были чувства. Скорее всего, скорее всего, чувства ваши, они разные. То есть то, что чувствовал он, это не то же самое, что чувствовали вы. Вот. Вот и всё. То есть я не думаю, что чувства были у вас одно. Некоторые мужчины могли просто испугаться того, ну, некоторые мужчины могут испугаться, что вот наша, грубо говоря, что женщина, да, вот она девственница, что там, он станет за него первым, это ответственность и так далее. Ну, может такое быть. Такое, такое вполне может быть. И относиться к этому, мне кажется, нужно, ну, опять же, достаточно демократично. То есть если мужчина испугался, значит, он не готов брать ответственность. Если мужчина не готов брать ответственность, значит, вполне возможно, что это даже хорошо, что вы расстались, потому что он бы и дальше от ответственности убежал. Понимаете, какая сторона, вот, но вы сейчас этого понять не в силах, потому что вами сейчас владеет ваше желание, то есть то, что вот вы хотели и хотите, то, что вы ожидали от этого мужчины, вот, я, конечно, не знаю, чего, не знаю, чего именно вы ожидали, да, то есть, это опять же нужно разбираться, чего именно вы ожидали и чего именно вы хотели от него, вот. Ну, с тем не менее, с тем не менее, вот, вот примерно так можно ответить вам на вопрос, вот. Забыть кого-либо чувство невозможно, забыть нельзя, человек. Можно определить, что причиняет боль, вот именно вам. Да, можно определить, что причиняет боль. Можно посмотреть, что вызывает у вас страдания, ну, наибольшее, наибольшее страдание, что у вас вызывает. То есть, где самая, где самая болезненная часть, где больнее всего, в каком месте больнее всего. Вот, это можно исследовать, это можно исследовать и можно скорректировать. И, соответственно, помочь вам в этом, то есть, помочь вам это раскрыть. Ну, почему раскрыть, да, потому что это ваше желание. Я не достойный того, чтобы их удовлетворить. Вот так, я думаю, что, именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Копоры бы задаётся, ну, воплот копоры бы задаётся. Вот, соответственно, я полагаю, что у вас есть некоторые проблемы с общением с мужчинами. Вот, то есть, грубо говоря, у вас есть некая, ну, стеснительность. Возможно. Если есть стеснительность, то с этим тоже я рекомендую разобраться с стеснительностью. Вот. То есть, чтобы вы были более активны и более такой, боевой бойкой в отношениях. Вот. Вот. С мужчинами. Вот. Ну, и чтобы чётко понимали конкретно, какой мужчина и для чего вам нужен. Вот. Это было бы замечательно. Замечательно. Для вам. Хорошо. Вот, соответственно, то, что можно вам, опять же, порекомендовать. То есть, если есть элемент любовной зависимости, то с ним нужно работать. Безусловно. И без этого, на самом деле, никак. Если есть сложности с подстроением отношений, с этим тоже нужно работать. Если вы, соответственно, испытываете ещё какие-то проблемы, подавление там и так далее. Ну, себя подавляет. С этим также нужно работать. Вот. Главное, не бояться обращаться за помощью. Главное, не бояться просить за помощью. Это очень важно. Но если есть специалисты, так обращайтесь, смотрите. И так далее. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам понравился. Надеюсь, что мой ответ помог, вам поможет решить ваши трудности. Не дайте время на бессмысленные действия, на бессмысленные усилия, потому что странно ни к чему хорошему это не приведёт вас. Вот. Не дайте время на это, если нужно. Вот. Лучше будет, если вы всё-таки обратите внимание на то, что реально можно подкорректировать. Вот. То есть, например, вот на изменение своего поведения, допустим, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это куда более продуктивно будет. Вот. Выбирайте более чёткие и социализированные основы для взаимодействия с мужчинами. Потому что, потому что, ну, вполне вероятно, что вот с этим мужчиной вас связывали. Связывала только гендерная сторона отношений. Вот. То есть, только по сути, я мужчина, ты женщина, я с тобой ухаживаю, ты мое ухаживание принимаешь. Всё. Больше ничего между вами общего не было. Вот так отношения не строятся. То есть, так отношения очень быстро от себя изживают. У людей должно быть что-то общее, необходимо, чтобы у людей было что-то общее. Вот. Тогда они смогут, ээээ, значит, активно существовать и дополнять друг другу. Вот. Ну и, конечно, нужна ваша цель жизненная, чтобы вы шли к ней. Вот. Помимо, помимо, даже, мужчины, да, то есть, вот, чтобы у мужчины не было самоцелью. Вот. У вас должна быть своя цель. Это должна быть реализация, карьера какая-то, ну, как, 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 ходик какой-то, то есть, что-то ещё. Вот. Опять же, без этого вам будет сложно сохранять самостоятельность в отношениях. Вот. С другой стороны, вы можете выбрать, эээм, ту позицию в отношениях, которая вас устраивала быть, и следовать уже ей. Тут ваше, в принципе, право. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я желаю вам всего вам пока. Пока. Спасибо. Пока.